привет друзья меня зовут иван добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами займемся распаковочкой яндекс станции у меня уже есть яндекс станции макс первого поколения у меня есть яндекс станции мини 2 вот она тут с дисплей чекам и я ими пользуюсь и очень ими доволен поэтому я решил посмотреть а что же наконец выпустил яндекс многие уже видели эти разные ролики и знают что это за станции но я еще пока не видел и не знаю вот нужно мне это или нет а может быть и вы заодно посмотрите поймете нужно вам это или нет самое интересное на моем канале обычно это первые впечатления от открытия распаковки настройки давайте вместе с вами попробуем это сделать посмотреть открыть что она как настраивается как выглядит в черни хорошего и так далее ну что ну распаковываем потихонечку так интересно что там внутри заказал я естественно в яндекс маркете где еще хотя можно и в мега маркете где угодно так коробочка внешняя и вот такая коробочка у нас есть самой станции яндекс миди у меня черненькая управлять умным домом с дисплей чекам она что хорошо но меня интересует еще другие моменты давайте посмотрим как они тут реализованы вот тут такой хвостик есть можно дернуть интересно он для чего а он позволяет не использовать ножек который нам перебольше откроем посмотрим что там внутри спешить нам некуда с толком с чувством с расстановочкой но тоже в то же время и собственно затягивать не будем так открыл а тут есть пленка еще одна и и что нужно сдирать да тут есть хлястик такой мы его раз сейчас и сняли липкая лента открываем о ничего себе выглядит классно я вообще думал что она побольше размером как-то она как-то среднего размера достанем у тяжеленькая сама вот колоночка смотрим что тут еще есть у нас в коробке и как это главное еще достать я вижу что там что-то еще есть достать непонятно какие-то усилий нужно прилагать что ли надо же упаковка какая не а реально как достать то непонятно может быть и не нужно ничего больше я вижу тут я написано вот видите тут написано я вот и это означает что что-то тут что-то есть нужно же зарядку да к ней довольно сильным большим усилием удалось достать так вот это у нас начните с этого это у нас есть инструкции какие-то станция миди как начать кнопка выключения микрофона у нас вверху они там получение микрофона сбоку так подождите сейчас мы пока нам не до этого посмотрим что тут еще тут еще зарядка и больше ничего нет вот ничего больше нет убираем все это ненужное зарядка у нас такая в нее уже провод всунут то есть на одном конце у нее и избиси а другой конец сунут поэтому нельзя будет использовать какой другой кабель кабель довольно длинный ну что вот она вот так вот выглядит очень приятная на ощупь текстура такая есть qr-код снизу видимо с ее айди каким-то есть разъем для зарядки избиси и вот что сразу мне бросается в глаза господа то тут нет три с половиной дюйма джека на выход а я своей станции мини 2 вот она тут отлично я вот дело тоже обзор посмотрите ролик на этом канале очень популярный хороший ролик у нее очень важно что есть разъем для наушников с которого я снимаю звук на большой усилитель большие колонки и это очень классно получается в смысле того что звук довольно качественно она дает и можно регулировать громкость выбирать песни классно слушать через большие колонки этим многие пользуются а здесь нет здесь нет такого разъема то есть она считается что она сама сама достаточно я вот здесь вот оставлю просто для сравнения то есть можно увидеть что текстура ну немножечко отличается здесь 10 хлястик наш вот этот есть классный здесь как-то побогаче структура уже текстура она такая тяжеленькая ну и давайте что ли попробуем ее подключить сейчас включить первоначальную настройку пройти и узнать как это в дальнейшем как настроить ее да как как внести ее в структуру умного дома моего если я вдруг захочу не пользоваться у меня есть большие сомнения но вдруг захочу инструкции пока оставим я думаю что в них ничего интересного нет итак давайте продолжим переключили камеры я вот взял взял iphone чтобы настраивать ее потому что нужно же будет записывать экранчик как эти все настройки будут происходить и я так думаю что надо сразу включить в электричество и вот у меня есть удлинитель потому что иначе она не заведется так я помню из прошлых тоже роликов которые я снимал чтобы она завелась нужно ее в электричество вот эти штуки как открываются непонятно а вот так как-то хитро они открываются и это сделано как-то замудрена не очень понятно зачем ну давайте его полностью откроем потом если что закроем так ну что же посмотрим втыкаем зарядочку и втыкаем в электричество что произойдет вот что-то происходит кстати пойду на кухне выключу микрофон у той алисы а то она начнет отвечать о я вот уходил привет это алиса рада знакомству она разговаривает и яндекс станции миди и сейчас расскажу как ее настроить сначала скажите на телефон приложение дом с алисой или обновите его до последней версии у нас есть затем откройте приложение нажмите на фиолетовый значок и скажите мне алиса настрой колонку если что-то пойдет не так вы всегда можете настроить колонку самостоятельно в приложении дом с алисой после настройки возвращайтесь поболтаем о дом с алисой то есть нужно найти найти дом вот я в айфоне набирают дом запускают дом и так встречать алису нового поколения теперь с нейросетью яндекс дпт кстати до яндекс добавил в алису яндекс дпт то есть это нейросеть и теперь она станет еще более умный уж куда умнее это не сарказм так не будем сейчас и вот он мне сразу говорит найдено яндекс станция миди уже найдено и предлагает подключить то есть максимально простой вариант настройки я согласен с условиями станция мигает белым да она мигает белым видно видно со всех сторон да вот видно выбрать куда винницкая 5 это мой дом до выбрать так выберете сеть через которую устройство подключится к интернету что хорошо теперь есть возможность работать через 5 гигагерц я выбираю свою сеть 5 гигагерц и продолжаю настройку устройство подключается вообще мне очень нравится дизайн дизайн просто супер то есть она такая классная таких округлые края одновременно с прямыми и при этом она такая тяжеленькая это наверняка говорит о том что тем хороший динамик и музыка будет играть отлично а для чего еще нужна станция для музыки первую очередь и еще здесь есть дисплей ваша колонка настроена осталось только обновить прошивку вот пока я болтал она настраивается и настроилась уже и говорит надо обновить прошивку ну пусть обновляет вот мы ждем мы ждем здесь вот кстати напишите в комментариях если у вас какая-то умная колонка может быть у вас там от мы в рума руси или у вас от сбера есть колонка сбербокс какая-нибудь или другие яндекс вот эти станции алисы напишите как вам нравится ли пользуетесь ли и чем вы в основном пользуетесь я например чаще всего служу конечно музыку прошу какие-то какие-то песни включать особенно в этой мини удобно через большие колонки большой усилитель просто супер ну и на кухне у меня большая яндекс станция она позволяет все дело то же самое просто там локально слушать музыку не получилось подключить колонку по bluetooth но у нас и нету такой возможности может может быть и есть не знаю попробовать еще раз а что собственно давайте вот я выбрал еще раз сеть вот уже сбой произошел не удалось подключиться устройство пытается подключиться к вай-фай выйти в интернет ну то есть для этого он должен и телефон верно ей сети должна дать какие-то команды чтобы она это сделала и вообще мне это уже сейчас не нравится то есть уже какой-то сбой у нас происходит так ждем сожалению приходится ждать не удалось включить по bluetooth попробуйте другой способ подключения ну я не понял все у меня тут есть мне уже снова не нравится то есть она даже звук подключил проиграла а вот ключица не хочет кстати я вспомнил что она ведь не работает без электричества то есть аккумулятор там нет что я собирался включать до этого не получилось настроить устройство давайте попробуем проиграть звук еще раз и если не получится тогда начнем уже заново потому что не очень понятно можно понять устройство познала звук или не распознала меня bluetooth включен все нормально так начать заново давайте я начал заново даже выдернул бы и подождал бы вот тут вернулся бы на самое начало вообще закрыл бы дом умный так на самом деле это правильно делать включил бы ее послушал бы что она скажет она чет ничего не говорит да а она загорелась и что-то моргает ну давай зайдем дом тут ничего пока не определяется нужно добавить устройство яндекс станция миди вот тут он понял вы берете комнату ну мой дом все нормально большая комната сохранить то есть что он хочет сказать что она заработала что ли алиса нет не работает или как в прошлый раз нужно дождаться когда она обновит прошивку проверить связь с колонкой устройство не отвечает алиса отсутствует подключение к интернету ты не настроена предлагаю полностью сбросить то сейчас я ее удалю отсюда настроить заново и нажму вот настроить заново а здесь как по инструкции у нас написано отключить адаптер от устройства зажмите кнопку микрофонов вот эту и снова подключите и подождите пока не загорится желтым вот загорелась желтым желтым загорелась а белым еще не моргает надо дождаться приветствие алисы вот так попытка 2 у нас происходит привет это алиса рада знакомству я живу внутри яндекс станции миди и сейчас расскажу как ее настроить сначала установите на телефон приложение с алисой или обновите его до последней версии затем откройте приложение нажмите на фиолетовый значок и скажите мне алиса настрой колонку если что-то пойдет не так вы всегда можете настроить колонку самостоятельно в приложении дом с алисой после настройки возвращайтесь поболтаем вот найдена яндекс станции мини станция мигает белым все нормально выбрать еще раз выберите вай-фай сеть я хочу 5 гигагерц извините конечно хочу 5 гигагерц продолжить устройства подключаются она моргает белым уже равно со второй попытки господа все получилось устройство получилось к вай-фай понятно и готова осталось только обновить прошивку пожалуйста подождите несколько минут и не отключайте питание так предыдущий фрагмент я не записывал на айфон вот я вернулся в записи вот он показывает что станция обновляется это займет примерно пять минут вот на телефоне у меня и надо дождаться до этого времени ничего не трогать не дергать по крайней мере она уже показал что подключилась такие вот сложности бывают такой путь клиента как говорится вы проходите вместе со мной а я вместе с вами все остальное здесь мало интересно но вот как сбросить настройки в инструкции есть поэтому если что можете об этом узнать попробовать и сделать это пока она обновляет прошивку мы посмотрим что здесь сенсорная панель тут есть кнопочка отключения микрофонов вот это ну и громкость и кнопочка посередине для вызова основного помощника собственно больше ничего и нет есть карточки какие-то видимо для скачивания приложения и инструкции алиса запомним мой голос можно персонализировать голос и она будет вас узнавать все больше ничего нет ни наклеек ничего все минималистично как говорится бережем природу мать нашу спрячем обратно инструкции ваша колонка настроена вы молодец да я сто процентов молодец сто процентов и так наша колонка настроена но в телефоне это никак не видно то есть я вообще тут еще она опять обновляется алиса как дела у меня все хорошо спасибо а как дела у вас у меня тоже все отлично поиграй нам какую-нибудь музыку без авторских прав алиса проиграй музыку без авторских прав нашла что-то подходящее среди плейлистов других пользователей включая без авторских прав ну да что то такое без авторских прав как обычно такое не очень алиса стоп ну собственно вот вся настройка произошла как она звучит можно проверить на моей любимой песни ников бэк например но не больше пяти секунд там мы знаем что иначе нас забанят давайте даже на три секунды включим алиса ключи николбэк песня animals включая николбэк песня animals алиса стоп ну вот по ощущениям очень плотный звук пробивающий такой алиса включая сидите включая песни back in black алиса мы видим когда музыка играет она моргает другим цветом и это тоже очень круто ну вот по звучанию я бы сказал классно особенно для озвучивания не очень большой комнаты просто звук отличный у него много высоких такая серединочка и нет завала по басам как например у той большой яндекс алиса яндекс станции макс который у меня на кухне приложение тем временем зависла и ничего не делает не производит не показывает не знаю прям хоть закрывая его вот закрыл вот яндекс станции миди наши видно что она тут умеет настройки звука есть эквалайзер есть функции радио не они интересные новые функции а также она теперь поддерживает зигби то есть можно поставить всякие кнопочки и розеточки зигби и с ними поиграться они у меня на самом деле есть такие вот у меня есть а кара а кара кнопка выключения всего и вся и есть датчик дверей датчик открытия дверей ну пока что я в этом ролике не буду про это рассказывать я наверное сниму другой пока эту станцию я никому отдавать не планирую но в следующем ролике возможно я разыграю потому что нам собственно мне не нужна у меня есть мини 2 с джеком три с половиной и у меня есть индекс максим станции на кухне которые вообще меня устраивает но конечно они зимы не поддерживает да в общем то я и не знаю нужно ли мне это ради одного зигби просто новую станцию держать в общем и это вопрос решу следующем ролике а если она мне не будет нужна то я разыграю поэтому следите за выпусками ну что же на этом наверное закончу обзор этой прекрасной приятной станции миди она мне очень понравилась и звук хороший настроилась не с первого раза вы увидели учтите эти моменты когда будете свою настраивать что-то не с первого раза происходит иногда нужно ее просто сбросить спасибо вам что смотрели посмотрите также мои другие видео подписывайтесь поставьте колокольчик удачи вам пока